Я пытался изнутри, находясь на посту министра, реформировать и политическую систему, и экономику. Пытался повлиять на Назарбаева, чтобы тот курс, который был им продекларированный, а именно демократическая страна, рыночные реформы, свобода, равенство и все прочее, которые существуют в разных странах мира, чтобы этот курс был реализован. Конечно, я вызывал огромное неудовольствие, и я могу сказать, что тот наезд, который был со стороны органа Комитета национальной безопасности, он был в том числе с этим спровоцирован. Мохтар Аблезов уходит в открытую оппозицию к правящему режиму Назарбаева. Он формирует оппозиционную политическую силу, демократический выбор Казахстана. Демократический выбор Казахстана только за реформы, за углубление реформ. ДВК как организация общественного движения в Казахстане запрещена, запрещена партией, как по мнению властей экстремистской организации. Аблезов вступает в борьбу с произволом президента Казахстана. Алматинский суд заочно приговорил экс-банкиров к 20 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Мохтар Аблезов покидает страну. Задержание во Франции бизнесмена и политического деятеля Мохтара Аблезова стало общим мировым событием и попал на веб-страницы ведущих мировых масс-медиа. Цитата «Finational Times». Несколько полицейских ворвались в виллу. Они искали жену и маленькую дочь Аблезова. Мохтар Аблезов, главный оппозиционер Назарбаева, заявил, им были нужны двое заложников, которых они могли бы использовать против меня. В вынужденной политической эмиграции лидер ДВК не прекращает свою оппозиционную деятельность к правящему режиму Нурсултана Назарбаева. Оппозиционер был освобожден из французской тюрьмы по решению Госсовета Франции, который признал все предъявленные казахстанскими властями обвинения Аблезову политически мотивированными. «Интерпол больше не будет искать Мухтара Аблезова». Защитники экс-главы БДА банка тут же заявили, Аблезов наконец обрел свободу и может путешествовать, не боясь преследования. Главным для меня была моя страна. Я хотел будущего для моей страны, для моей семьи, для моих детей, будущего для моих друзей и партнеров. Я хотел, чтобы это была передовая страна, не так, как сейчас, феодальная страна, когда якобы президент, а это фактически хан, который контролирует всю страну, все, что есть, не дает никому не дышать, не дает будущего. Я для себя решил, что я буду бороться с ним, я буду бороться не просто с ним, я буду бороться с этой политической системой, пока я не построю нормальную страну. Меня спрашивают, почему вы взяли антир на европейские страны? Все время говорить Европа, Запад, у нас менталитет другой. Все ведущие страны мира, они что, у них менталитет у всех одинаковый, что ли? У американцев свой менталитет, у немцев свой менталитет, у французов свой. Тем не менее, модель управления одна. Это как колесо. Не зависит от менталитета. Колесо и в Африке колесо. Так и здесь тоже политические партии, модель управления. Я должен бороться для того, чтобы изменить страну, сделать ее сильной, независимой и свободной.